Всем привет! С вами снова я Алиса и канал Бельвикс. И сегодня мы продолжаем охотиться на кукол Монстр Хай, Эвер Афтер, Барби, Винкс и других брендов во Франции. Сегодня мы с вами посетим магазин Макси Тойз. Это игрушечный магазин, и кто смотрел предыдущие охоты, тот в принципе знаком с этим магазом. Так что давайте не будем много болтать. Так что давайте с вами не будем долго болтать, и скорее посетим магазинчик. Итак, мы пришли в магазин, давайте же посмотрим, какой был ассортимент. Первое, что мне встретилось, это такая карета. К удивлению, она у меня есть, и появилась лет пять назад. Что она тут делает, не знаю. В общем, есть на 25 евро. Так, пойдемте посмотрим дальше. Это стоит Дисней. Это диснейские куклы новинки, Ариэль, принцесса и Моана. Кстати, мне она очень нравится. Но единственное, что меня реально вот так сбивает с толку, это ее название Ваяна. Что? Что? Почему Фаяна? Извините, вы русские или как? Ну ладно. И также здесь есть Энза из Фроузен. 10 евро. Ну, в принципе, по сравнению с другими куклами не так уж и плохо. А еще тут есть вот такие вот плюшевые игрушки. Мяха. Вот. Ой, мяха. Стоит 35 евро. Давайте посмотрим дальше. Тут стенд более такой для детишек. Здесь есть Дора. Она выросла заметно, потому что я ее смотрела, когда мне было года три. И сначала так английский. Вот она есть. Мини также, непонятно ничего. Скорее всего, для плавания. Такие наборчики. Так. И разные аксессуары, школы и так далее. И вот такая вот ла-ла-лупщи тут есть. Цена ей 25 евро. Она оранжевенькая. Ау, у меня просто шок. 80 евро за эту глупость. О, господи. Что происходит? Ладно. И также есть тролли. Вот такие вот нюансы по 27 евро. Разные наборчики для рисования. Заткнусь. Мини-ми. И вот такие вот плюшевые игрушки. 15 евро. Так-так-так-так-так. Посмотрим. Дальше идут поняшки. Я помню, меня просили показать их. Собственно, да, показываю. Разные наборчики. Сейчас я тут пролечу. Есть шопкинс. Такие маленькие. Ужас. Сейчас я полью камерой. Чтобы вы все видели. Ой, кто там бибикает? Вот my little pet shop. Новые домишки по 50 евро. Удивили. А это кто? Я вообще не вырубаю. По 5 евро какие-то штуки странные. Так. Госпиталь. И вот он, наконец-то, стенд с куклами Барби. Сейчас посмотрим. Вау. 20... За 30. Так. Из интересного. Тут есть. Вот такая вот Барби. 2015 года. Холидей. Стоит 40 евро. И также за 55 евро. Барби коллектор. Блондинка. Холидей. Морбио Нуэль. И да, я впервые в жизни вижу таких огромных Барби. Вау. Она почти как я, ростом. Нет, шучу. 36 евро. И вот такие вот машинки. Барби Starlight. Набор 60. Барби Fashionistas. Разные пропорции. О, вот это у меня есть, только в другом. Наряде. Да. Но мне очень нравится, стоит всегда рядом со мной. Упрощенная артикуляция. Руллиет. Вот, еще скидочки. 50% на второй товар на Барби. Мне уже не терпится посмотреть Monster High. Где же они? Так, ну тут разные, судя по всему, подделки. Потому что я не знала таких. Честно говоря. Такие большие наборы есть. А, еще и единорог. А вы верите в единорогов? 13 евро. А тут представлена куча одежды. Это целый гардероб за 10 евро. Правда, одежда не очень-то качественная. Простенько сделана. Зато посмотрите, какое большое количество одежды. Ой, это огромнейший наборчик. Стоит 80 евро. Первый раз такое вижу. Ну, а рядом Блум. Да что тут забыла? Вот это очень интересный манекен. Судя по всему, на нем можно творить, создавать новые образы. Так же стенд свинкс. К сожалению, тут все новинки. Нет никаких турецких. Уж я молчу про мателовских куколок. Так, и наконец-то мы перешли к Ever After High. Собственно, товар не изменился, ассортимент. Мы видим кукол Legacy Day по 45 евро. Это безбашенно большие цены для таких кукол. Ну, они, может, хорошие, но просто очень дорого. Куклы Нанси. И тут появились куколки DC Super Hello Girls. И по 25 евро. Ну, в общем, вы сами видите, какие тут куколки есть. Не буду перечислять. И, наконец-то, ура, мы дошли до этого стеллажа с куклами Monster High. Ну, не так уж и много, в принципе, кукол. Ну, чем, пожалуй, самые большие полочки? Это куколки из серии Frightfully Tall Wolves, Хлодин Вульф, Дрюкулаура и Фрэнкиштейн. Кстати, заметьте, они в новых коробочках, таких, не скажем, что больших, но больших. В таких уменьшенных коробочках. Честно говоря, даже несмотря на то, что куклы американской версии, то молды у них все равно другие, похуже, чем у первой волны этой серии. Но это чисто мое мнение. И стоят эти куклы 25 евро. Наверху завалялась Фрэнкиштейн Гула Лайф. Монстры оживают. О, 40 евро! Интересно, она вообще работает? К сожалению, я до нее не дотянусь, потому что она так далеко находится. И также, вот, мы тут нашли еще двух... А, работает, да, спасибо. И также мы нашли еще двух гулеб Джеллингтон. Одна... Как ума? Одна? Одна из них Шрикт Врэкт. Новая Гуле Па Джеллингтон. Но, к сожалению, не американская версия. Вот, смотрите, ее личико. И также Фрик Душик Гуле Па Джеллингтон. Судя по всему, цена тоже 25 евро. Ну, не очень. И вот так вдалеке я отсюда вижу, что глаза у нее шикарны, просто выключены. Также мы видим Ари Хантингтон. Welcome to Monster High за 35 евро. Ниже коллекция Electrified. Есть Каладин Бульф, Твайлор. Ну, Твилор, кто как-то говорит. Так, вон я вижу Фрэнки. Внизу сам он находится. Это Фрэнки. Так, ну, собственно, все. На этом... Так-так-так-так-так-так. Ничего нового. Цена 25 евро. Дальше Керсти Троллсен за 30. Судя по всему, тут осталась только она. Да. Также мы видим Фрэнкиштейн с упрощенной артикуляцией за 20 евро. Ух ты, ну это, кажется, переборщили с ценой. По сути, ей цена 5 долларов, но вы сами понимаете, что ее еще надо довезти. Так что отсюда и складывается цена. Также есть Фрэнкиштейн Great Scarrier Reef. 30 евро завалялось, надо сказать, только Фрэнкиштейн. Они как будто бы одинаковые две. И да, тут появились новые куколки. Это Клео Денил с новой печатью глаз. Мне нравится она, классная. Стоит 38 евро. И Лагуна Блю. Ну, этих куколок я уже видела, так что у меня их нет пока в коллекции. А может и не будет, не знаю. Да, и также есть Клодин Вульф. У нее с глазом что-то не то. Бедненькая, мне ее жаль. И вдалеке мы видим Дракулауру. С Фрэнки. То есть вся коллекция. Также рядом находится коллекция Welcome to Monster High. Лагуна Блю и Клодин Вульф. За 25 евро. Ниже мы видим разные атрибуты Monster High. Татушки делать, фотопарад за 40. Часы за 5 евро. И другие вещички. Даже подушки тут есть. И также я обязана показать кукол Дисней. Внизу мы видим пупсиков, карета 3560 и замок снеевских принцесс за 170 евро. Также вот такие вот виниловые фигурки. Куколки для шампуней. Кстати, у меня такие были. Только, конечно, не с ними, но все-таки были. И за 21 евро разные принцессы. Ассортимент поменьше, чем был, но все-таки есть. И новая куколка Элена Валор. Да, именно так. Первый раз ее вижу. Ее цена 28 евро. Вдалеке повторные наборы, которые мы с вами уже видели внизу. О, голова Рапунзе. Неужели? Были бы у нее волосы. Вообще такие огромные-огромные. А это такое упортое, честно говоря. У-у-у. Ну окей, ладненько. Вот такой вот стеллаж мы нашли еще сбоку. А тут куча пупсиков. Не знаю, но я как-то с пупсиками не очень-то. А эти прям правдоподобные. Ой-ой-ой, вы посмотрите на это. За 55 евро чудо такое. Что ж, ну а на этом я прощаюсь с вами. Наша охота закончена, потому что мы досмотрели всех куколок в этом магазине. И надеюсь, вам понравилось это видео. И вы оцените его лайком, а также подпиской на канал Белевикс. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy. До новых видео. Пока-пока.